Здравствуйте! Это новости на телеканале Хабар. В студии работает Салтанат Тугельбаева. Сурда перевод обеспечивает Хасан Исраилов. Сегодня в Мажелесе проходят парламентские слушания по обеспечению качественной питьевой водой населения страны. Перед депутатами отчитываются и подводят итоги разработчики программы. Наш парламентский корреспондент Ирина Камышова с нами на прямой связи с места события. Ирина, какие новости? Добрый день, Салтанат. Слушания завершились буквально несколько минут назад. Обсуждать проблемы питьевой воды и обеспеченности городов и сел пришли и депутаты, и эксперты, и акимы нескольких регионов и городов. Цифра дня можно смело назвать число казахстанцев, имеющих доступ к централизованному водоснабжению. Их больше 15,5 миллионов человек или 87,5% от общего числа населения. Но при этом плачевно дела обстоят в селах. Без водоснабжения живут 45% населенных пунктов страны. В антирейтинге доступа сел к централизованному водоснабжению Павлодарская, Костанайская и Западно-Казахстанской области. Ну а рядом со мной находится депутат Мажелеса Саппар Ахметов Саппар Каратович. Скажите, вы сами выезжали в села, где нет воды? Как там живут люди и, собственно, как решать этот вопрос? Добрый день. Депутаты постоянно выезжают по регионам. Одним из главных вопросов, который ставит население, это вопрос водоснабжения. Я бы сказал, что это стратегический вопрос развития нашего государства, развития наших сел, жизнеобеспечения населения. И сегодня мы подробно рассмотрели, какие есть трудности, сложности в решении этого вопроса. Так как практически 60% населения только в селе обеспечены водой. И нам нужно решить этот вопрос. И здесь нужно консолидировать усилия и Министерства инвестиций и развития, и Министерства сельскохозяйства, и местных исполнительных органов. И я думаю, что надо подключить к этому местное сообщество. И даны конкретные рекомендации. Я думаю, что совместная работа парламента и правительства в этом направлении будет продолжена. И наш комитет экономических уровней регионального развития будет работать над этим вопросом на постоянной основе. А вы будете как-то контролировать ход реализации рекомендаций? Конечно. У нас предстоят еще поездки в регионы. Мы еще раз будем смотреть. Сегодня я задал вопрос по реализации тех проектов, которые уже сделаны, но не профинансированы. Нам нужно навести порядок в этом. Чтобы проекты, когда три года устаревают, после этого опять приходится вкладывать государственные средства для того, чтобы эти проекты обновить и потом финансировать. Мы тратим определенные средства на то, чтобы эти проекты постоянно обновлять. Поэтому здесь нужно навести порядок. И в этом вопросе мы с правительством единодушны. Я думаю, что мы будем работать над этим вопросом. Благодарю вас за ответ. Ну а подробности парламентских слушаний я расскажу вечером в итоговых выпусках новостей. Спасибо, Ирина. Между тем, в Костанайской области готовится к запуску еще один маслозавод. Сейчас в регионе уже работает семь таких предприятий. Новый построен в Федоровском районе. Он будет единственным в области, где будут производить рафинированное растительное масло. Ежегодно здесь намерены выпускать до 7 тысяч тонн продукции. Общая стоимость завода превышает 2 миллиарда тенге. Реализация инвестпроекта идет в рамках региональной карты поддержки предпринимательства. Отмечу, что Федоровский район является лидером в области по диверсификации посевных площадей. В этом году масличными культурами местные фермеры засеяли 56 тысяч гектаров. В следующем эту площадь планируют увеличить до 65 тысяч. Свою продукцию аграрии экспортируют в Европу и Китай. В Федоровском районе будет построен элеватор на 50 тысяч. Он срок реализации 18-19 годы. Сейчас уже мы сделали выбор земельного участка. Проектно-смертная документация разрабатывается. За два года в Казалардинской области взято на баланс свыше 100 километров бесхозных электросетей и обновлены имеющиеся. Рост численности населения в Казаларде вызвал интенсивное заселение территорий с неподготовленной инфраструктурой. Один из таких жилых кварталов – дачный массив Сабалак. За последние годы количество домов здесь увеличилось от 100 до 3 тысяч. С расширением поселка возросла и нагрузка на старые электролинии, которые много лет назад владельцы участков провели самостоятельно. Для решения проблемы из местного бюджета было выделено 100 миллионов тенген, обновлено 26 километров линии электропередач, установлены 4 новые подстанции. Нам удалось уменьшить количество бесхозных электросетей в регионе с 360 до 260 километров. Сейчас готовим проектно-смертную документацию по объектам. Как только появятся средства, работы по реконструкции и модернизации будут продолжены. О необходимости повышения престижа профессии в области религиоведения говорили сегодня на семинаре в Астане. Сфера остро нуждается в профессиональных кадрах, однако сейчас спрос на обучение на имамов, теологов и религиоведов у молодежи невысок. В том числе из-за финансовой стороны вопроса. В научно-исследовательском центре по делам религии считают, что в Казахстане есть все условия для подготовки квалифицированных кадров в сфере религиоведения. В настоящее время в Казахстане работает шесть кафтер-религиоведения. Из них, кроме кафтер-религиоведения в Карагандинском университете, у всех остальных открыты отделы магистратуры и докторантуры. Поэтому в настоящее время у нас есть все условия, чтобы можно стать, например, доктором, ПИЖД-доктором в сфере религиоведения. Точно так же обстоят дела и в сфере исламоведческого образования. У нас работают девять медрязей по всему Казахстану. Сегодня в Астане стартовал форум «Креативная Центральная Азия». В центре внимания его участников – вопросы развития культурной и креативной экономики в регионе. Организатор встречи – Британский совет. И это не случайно. Великобритания является лидером в деле развития креативных индустрий, благодаря которым ежегодно в экономику этой страны поступают больше 80 миллиардов фунтов. К креативным секторам относятся кинематограф, архитектура, музыкальный бизнес, реклама и издательство. Главная цель первого в Центральной Азии форума по креативной экономике – выяснить, какие культурные и творческие сферы имеют потенциал развития в Казахстане. Карлак – языком современного искусства. В Караганде открылась выставка «Архипелаг Карлак». Молодые художники представили свое видение страшного периода сталинских репрессий. Художники исследовали судьбы людей и исторические документы. Итогом стало несколько инсталляций, которые образуют единое художественное целое. Экспозиция метафоричная и призвана пробудить больше эмоций и фантазию, чем поразить красотой. Особенно сильные впечатления оставляют силуэты 40 черных платьев из траурных лент, спадающих с потолка до пола. Но жизнеутверждающим символом стала детская колыбель. В контексте всего этого, здесь Казахстан представляется как очаг возрождения после вот такого страшного времени. То есть это очень ценно. Тем более, что если вспоминать историю, мы с вами знаем, что многие, кого потом выпускали из этих застенков, они выживали только благодаря тому, что казахи их выхаживали. В 74 года чемпион мира по гиревому спорту. Этот титул Борис Нугуманов из Кокшетау завоевал на соревнованиях в Сеуле. Дойти до поставленной цели ему не помешал. Прикромный возраст, но и он лихо победил всех соперников. В настоящее время спортсмен готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Будапеште. Поездка зависит от того, найдет ли он средства на дорогу. Но все же главный приоритет для новоиспеченного чемпиона – жить в тонусе. Как в той рекламе. Надо, чтобы тонус был в тебе. Нет, я шучу, конечно. Но быть в тонусе, я не знаю, это, наверное, кроме физического состояния. Нужно, чтобы еще и психологический климат, и здоровье было в порядке. Я бы с удовольствием поехал на Всемирную Олимпиаду ветеранов. В Петропавловске ведется строительство универсального теннисного центра. Общая стоимость проекта превышает полтора миллиарда тенге. Здесь будут семь кортов, трибуны на 1200 мест, тренажерный зал, а также баскетбольные и волейбольные площадки. Свои двери он распахнет уже в марсе следующего года, утверждают строители. Отмечу, что СКО – единственный регион страны, где до сих пор не было теннисного центра, который строят в рамках государственно-частного партнерства. Помимо этого, в рамках ГЧП в области строят еще два социальных объекта. Это два детских сада на 90 и 140 мест, соответственно. 90-местный садик Нурбала уже возведен в эксплуатацию осенью этого года. 140-местный детский садик Урман будет введен в эксплуатацию в конце текущего года, в декабре месяце. Также у нас имеется проект строительства и эксплуатации, реконструкции и эксплуатации автоматической больницы для оказания амбулаторной и социальной помощи населению СКО. Это все, о чем мы хотели рассказать. Больше информации на сайте khabar.kz. Следующие выпуски представят мои коллеги в 19.00 и в 21.00. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok